один вид манипуляции мы говорим ребенку вот ребенок мы взрослый человек мы ему говорим ты сделай вот эту цель за это ты получишь ну я нарисую мороженое мы говорим вот толками добись вот этого получишь мороженое это может быть не мороженое это может быть деньги и так далее это прямая манипуляция когда мы говорим ребенку сделай вот это а цель это то что мы хотим тогда получишь вот это это называется манипуляция а есть другой вариант мы говорим вот взрослый человек вот ребенок мы говорим существует цели здесь мороженое здесь игрушка здесь велосипед условно но вот это все вот это все мы заменяем условно деньги ведь на деньги он может купить все и мороженое велосипед и это при этом мы не говорим достигая вот этих целей мы говорим просто если достигаешь вот представь как надо относиться к этому как к природе то есть мы управляем внутренней мотивации ребенка путем изменения внешней среды мы говорим смотри вот здесь мы говорим внешняя мотивация вот внешняя мотивация а здесь мы говорим не толкаем мы говорим хочешь делай не хочешь не делай но цена такая в мире что происходит когда во взрослой жизни когда во взрослой жизни происходит мы почему работаем не из того что мы любим нашу работу есть люди которые любят большинство же не из-за того что любят работают а большинство просто идут и работают для того чтобы получить в конце деньги чтобы на эти деньги купить то что ему необходимо так ведь так человек занимается вот этим но его же никто не заставляет ему говорят ты свободен ты можешь дворником сейчас но ты можешь заработать охранником там цена другая ты можешь работать ученым там круто платят там цена очень высокая но должен подучить предмет знать сдать экзамены то есть что в нашей жизни происходит никто же нас не пушит не заставляет нас заставляет обстоятельства нас заставляет внешняя среда мы должны питаться кормить свою семью и так далее так далее и нас никто не заставляет у нас стоит выбор количество целей и мы говорим мы не в данном случае говорим вот мы за тебя выбрали цель ты вот эту цель добейся за это вот это получишь нет мы говорим слушай вот здесь начинается истинная свобода мы говорим хочешь достигать достигай не хочешь не достигай хорошо если ты хочешь достигать то вот эти цели если достигаешь вот это если достигаешь такая-то цена, такая-то цена. А если ты сейчас будешь преследовать свою цель, вот такую вообще, которая не в моих интересах, тогда я как взрослый человек просто говорю, здесь ноль цена. И все, занимайся, тоже не проблема. Тоже не проблема. Если ты хочешь преследовать свою вот эту цель, я тебе просто за это ничего не плачу. И все. Но я не заставляю, не манипулирую, ребенку не говорю, делай что-то. Он делает самостоятельно. И он это делает осознанно. Вот что такое свобода? Еще Карл Макс хорошо сказал. Свобода есть осознанная необходимость. Осознанная необходимость. Без необходимости мы как человеческие существа, как животные двигаться не можем. Ни один человек из зоны комфорта по собственной инициативе в долгосрочном периоде не выходит. Он может кратко выскочить и обязательно обратно зайдет. Найдите мне человека, который не имеет цели, по собственной инициативе выходит из зоны комфорта. Да никто. Я даже книжки не читаю без необходимости. Теперь вот смотрите. Если мы говорим, что вопрос, вот если не использовать деньги, то возникает такая ситуация, что мы должны ходить за ребенком и смотреть, что ему понравится. Но надо здесь понять такую вещь. Когда ребенок не попробовал все виды пищи, откуда он знает, что ему понравится? У меня каждый день, ну не каждый день, а каждый понедельный четверг, вот Парасет не даст соврать, каждый понедельный четверг как минимум один-два вопроса. Как найти любимое дело? Взрослые мужики, 20-40 лет. Как найти любимое дело? А мы здесь говорим о детях. Это невозможно определить, что... И теперь еще такой момент, феномен. Когда мы говорим, что вот ребенок, о, ему понравилось рисовать, нужно создать ему условия. Мы создаем ему условия, через месяц он выгорает, бросает. Потому что, когда всего в изобилии, человек это не ценит. Почему человек не ценит бесплатные знания? Почему человек не ценит вообще все, что бесплатно? Человек не ценит того, что есть в изобилии. Если он любит мороженое, вы дайте ему мороженое, малиновое, клубничное, киви, бананы и так далее. Неделю он будет жрать, кайфовать на седьмом небе счастья. Потом он вообще перестанет есть мороженое. Все, он забросит. У него мотивация сдохнет, потому что в изобилии этого всего. К чему стремиться? Поэтому, когда мы ходим и говорим, вот ребенок хочет рисовать, надо ему создать условия. Создали условия, через месяц он все, выгорел. Ходит, мы опять ходим. Вот у него теперь к математике тяга. Мы ему купили счеты, репетитора наняли и так далее, и так далее. Через месяц он опять выгорит. Мы выжигаем, выжигаем мотивацию. Поэтому я считаю, что мотивация, никто еще в мире не придумал жестче метода, чем голод и крайняя необходимость. Будем так говорить, необходимость. Это, я не говорю про… Вот смотрите, еще очень важный момент такой, что когда человек идет, еще такое есть, когда на пути интереса человек идет, чего-то вот понравилось идет, он похож на парня, у которого просто влюбленность. Не любовь, а влюбленность. Он, у него краткосрочный, и он надолго, на всю жизнь не хватит. Когда такая… А когда у него нужда, когда нужда, он будет до конца идти. Вот здесь очень важно, поэтому понимать такую, что мотивация краткосрочная, долгосрочная и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok